Екатеринбуржцев послали за здоровьем. Идти пришлось далеко. 3000 шагов. Но несмотря на проливную дождь, участники добрались до финиша. Убежать от болезни хочется многим. Пенсионеры скупают шагомеры, офисные работники осваивают осаны. Как уральцы дошли до жизни такой, узнавал Кирилл Солодков. Пошли они все. Сегодня эта фраза в Екатеринбурге звучит не как ругательство, хотя горожан и правда послали за здоровьем. Но пройти 3000 шагов под проливным дождем рискнули немногие. Мышцы развиваются, не застаиваются и дольше молодость сохраняется. Самая здоровая прогулка проходит ежегодно. А надо бы делать это каждый день, говорят врачи. Если ходить хотя бы час в сутки, потом не придется бегать по больницам. Проблемы непременно появятся, если круглосуточно сидеть на одном месте. Это в первую очередь гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, что ведет в дальнейшем к инфаркту миокарда, который достаточно помолодел, особенно среди мужчин. Впрочем, пока вместе весело шагают в основном пенсионеры. В этом сезоне из-за них опустили прилавки в спортивных магазинах. Пожилые, но продвинутые люди скупают шагомеры. Устройство крепится на пояс или на запястье и показывают достижения владельцев в километрах и потраченных калориях. Мужчина делал своей жене подарок в виде вот такого компактного шагомера. Ей доктор сказал, что ей просто необходимо очень много гулять. Утром он давал ей шагомер с обновленными показателями и говорил, вот сегодня вечером приду и посмотрю, как бы прогуляла. Оказывается, уральцы дошли еще и не до такой жизни. Последний песк моды среди активных пенсионеров – скандинавская ходьба. Лыж здесь нет, только палки. Но именно при таком способе передвижения тренируются до 90% мышц тела. Пока одни шагают по улицам, офисные работники уходят в себя. В этой компании утро начинается с йоги. Немного пранаямы, чуть-чуть у Танасана и Анастасия готова к встрече с самым трудным клиентом. Появляется много сил, организм полностью просыпается и хочется уже в полную силу и работать, и жить, и общаться. Правда, пока таких фитнес-активных компаний по пальцам пересчитать. Большинство трудяк, йога и тренажерный зал не по карману. А вот ходить пока можно абсолютно бесплатно. Правда, в этот раз участники массовой прогулки сделали не 3000 шагов, а 30-ка. Ходоки решили поберечь здоровье и поехали на автобусе. Кирилл Солодков и Владислав Колупаев. Новости 41-го канала.